Всем привет! Гуайкиль, первой по численности населения город Эквадора, расположенный приблизительно в 250 километрах к юго-западу от столицы страны Китона реке Гуайес, центр провинции Гуайес. До прибытия испанцев территория сегодняшнего Гуайкиля была важным пунктом на торговом пути между андскими и месоамериканскими цивилизациями. Несколько небольших торговых городов, располагавшихся здесь, вели войны друг с другом за доминирование в торговле и одновременно противостояли экспансии инков. План города, 1741. После успешного завоевания Перу Писаро принял меры по взятию под контроль территорий к северу от бывшей империи инков. Первоначально эти попытки не были успешными из-за ожесточенного сопротивления туземцев. Как указывает хронист Сьеса де Леон. Итак, набрав испанцев, Себастьян де Белалькасар вышел из Сант-Мигеля, где в то время находились люди, прибывшие на повторное завоевание Кито. Войдя в провинцию, он постарался склонить индейцев к миру с испанцами, чтобы они уяснили себе, что должны считать правителем и своим естественным королем его величества. А так как индейцы уже знали о заселении христианами Сант-Мигеля, Портавьеха, и самого Кито, многие из них пошли на мир, проявляя радость по поводу его прихода, и поэтому капитан Себастьян де Белалькасар вместе, какое ему показалось наилучшим, основал город, где пробыл несколько дней, потому что он договорился возвратиться в Кито, оставив алькальдом и капитаном некоего Диего Даса Диего Даза. И когда он покинул провинцию, немного времени прошло, как индейцы начали понимать назойливость испанцев, и их жуткую алчность, и запросы их, когда они просили у них золото и серебро, и красивых женщин. Но индейцы перебили немногочисленных испанцев. Как только о случившемся узнал губернатор Франсиско Писаро. О чем я только что рассказывал. Он направил капитана Сейрулзейра, чтобы тот построил таки это селение. Он, вновь вступив в провинцию, намереваясь совершить раздел имущества, находившегося на складе этих селений и касиков между испанцами, шедших с ним в том завоевательном походе. Губернатор послал за ним со всею поспешностью, чтобы он шел со своими сторонниками на помощь городу королей. Лима, потому что индейцы окружили его город Лиму с нескольких сторон. Получив эту новость и приказ губернатора, он вновь принялся снимать с места поселения нового города. Спустя несколько дней по приказу самого Аделантада Франсиско Писаро в провинцию вновь вернулся капитан Франсиско де Орельяно со множеством испанцев и лошадей, и в наилучшем, и в наиболее удобном месте поставил он город Сантьяго де Гуэйкиль, во имя Его Величества, в 1536 году от нашего спасения, в то время его губернатором и капитан-генералом в Перу был Дон Франсиско Писаро. Благодаря выгодному местоположению и наличию удобного порта город достаточно успешно развивался, в 1600 году его население составляло около 2000 человек, в 1700, около 10 тысяч. В 1687 году Гуэйкиль был разграблен английскими и французскими пиратами, но быстро восстановился. В 1709 году английские пираты вновь захватили город и потребовали выкуп за него, но эпидемия желтой лихорадки заставила их в спешке отплыть, так и не дождавшись уже почти собранного испанцами выкупа. 9 октября 1820 года группа сепаратистски настроенных влиятельных горожан, при поддержке взбунтовавшихся частей гарнизона, разоружила оставшихся верными присяги солдат и арестовала испанскую колониальную администрацию. 26 июля 1822 года в Гуэйкиле Боливар как представитель северо-испаноязычной Южной Америки, встречался с Хосе де Сан-Мартином как представителем Юга, чтобы обсудить с ним возможность совместных действий, а также политическое будущее и взаимоотношения недавно образованных независимых республик. В силу различного ведения будущего провозгласивших независимость колоний, генералы не смогли договориться между собой. В 1829 году город на протяжении 7 месяцев находился под контролем перуанских войск. 22-24 сентября 1860 года в окрестностях города произошло решающее сражение гражданской войны в Эквадоре между войсками Габриэля Марино и Гильермо Франко. Англ, закончившееся поражением последнего. В 1896 году. Значительная часть города пострадала от пожара, крупнейшего в его истории. География и климат. Гуэйкиль лежит на реке Гуаэс, в 40 километрах от места ее впадения в залив Гуэйкиль. Морские суда могут подниматься по реке до городского порта. Город расположен в зоне тропического саунного климата, сезон дождей с января по апрель, сухой сезон с июня по ноябрь, май и декабрь переходные месяцы. Во время периода Эль-Нинья очень обильные осадки. Минимальное количество осадков обычно в период влияния течения гумбольта. Климат. Янф. Фев. Март. Апр. Май. Июнь. Июль. АВГ. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год. Абсолютный максимум Си. 36,010. 36,010. 36,010. 35,010. 35,010. 33,010. 33,010. 33,010. 33,010. 33,010. 33,010. 37,010. 35,010. 37,010. Средний максимум Си, 31,0, 30,0, 31,0, 31,0, 30,0, 29,0, 28,0, 28,0, 30,0, 29,0, 30,0, Средняя температура Си, 27,0, 27,0, 27,0, 27,0, 27,0, 27,0, 25,0, 25,0, 25,0, 25,0, 25,0, 27,0, 27,0, 26,0, средний минимум Си, 23,0, 23,0, 24,0, 23,0, 23,0, 23,0, 23,0, 23,0, 23,0, 23,0, 21,0, 21,0, 20,0, 21,0, 21,0, 22,0, 22,0, 22,0, 22,0, Абсолютный минимум Си, 21,0, 20,0, 18,0, 22,0, 20,0, 15,0, 17,0, 15,0, 16,0, 17,0, 17,0, 17,0, 17,0, Норма осадков ММ 220, 270, 280, 180, 50, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 1080. Население и экономика. На Гуи и Киль надвигается буря. 2012 год. По данным переписи населения 2010 года в городе проживало 2,291,158 человек, в агломерации, свыше 3 миллионов. Расовый состав населения. Белые – 33,4%, Метисы – 49,8%, Негры – 10,9%, Индейцы – 5,3%, Вой и Киль является главным коммерческим центром, около одного дробь 3 ВВП, и основным портом, свыше 70% морского грузооборота. Эквадора. Ведущими отраслями экономики являются торговля, строительство, логистика и рыболовство. В окрестностях города расположено несколько предприятий по нефтепереработке. В последние годы важное значение приобрел туризм. Интерес у гостей города вызывают хорошо сохранившийся исторический центр село колониальной архитектурой, набережная Малекон и репутация Гоя и Киля как столицы эквадорской кухни. Транспорт. Город обслуживается международным аэропортом имени Хосе Хоакина до Альмеда, Иата, Джи и Каа, СЭК, с пассажирооборотом около 3,9 миллиона человек в год. Регулярные пассажирские рейсы выполняются в Кито, Лиму, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Сан-Сальвадор, Богату, Кали, Майами, Амстердам, Мадрид, Нью-Йорк и Панаму. Общественный транспорт представлен тремя линиями автобусов-экспрессов Метро-Виа, а также многочисленными частными маршрутками. Города Побратимы, Испания-Барселона, Испания, Колумбия-Богата, Колумбия, Италия-Генуэ, Италия, Чили-Сантьяго-Чили, Соединенные Штаты Америки Хьюстон, Техас, США, Китай-Шанхай, Китай. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.